Всем привет! Меня зовут Аня. Я консультант по грудному вскармливанию, психолог и просто мама этого замечательного мальчика, которого зовут Тимур. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему грудного вскармливания, как кормить по требованию или по режиму. Начну я с ответа на этот вопрос, то что кормить ребенка грудным молоком, грудью лучше по требованию. И сейчас я буду говорить о первых 6 месяцах жизни малыша. И начну я с того, как вырабатывается молоко. Мне кажется, это важно знать для того, чтобы понимать, почему важно кормить по требованию. За грудное молоко отвечают два гормона. Первый гормон это пролактин, который отвечает за выработку грудного молока. А второй гормон это окситоцин, который отвечает за, скажем так, подачу грудного молока. Молоко вырабатывается по принципу спрос-предложения. Сколько малыш высосал у вас в кормлении с груди, столько в грудь придет и в следующее кормление. Но хочу сделать тут пометочку, что грудь женская это не бидон с молоком. Высосать все молоко оттуда нельзя. Молоко вырабатывается постоянно в ответ на сосание груди, стимуляцию соска. И если малышу требуется, например, больше молока, чем он кушает обычно, то он сосет чуть-чуть подольше, поинтенсивнее. И через какое-то время, не обязательно прямо на следующее кормление, через какое-то время молока приходит столько, сколько ему нужно. Итак, мы приходим к тому, зачем же все-таки кормить по требованию, для чего это нужно. Во-первых, малыш съедает разное количество молока в разное кормление. То есть в одно кормление он съест там 100 мл, в другое 75, в третье 50, потом 150. Другое кормление он просто приложится к груди и как такового кормления не будет. Но все-все эти моменты, не важно сколько съел малыш, очень-очень важны для стимуляции лактации. Когда малыш съест, вырабатывается гормон пролактин, который отвечает за выработку молока, а нам выработка молока нужна. Почему же малыш кушает так вот по-разному? Бывает много, часто, долго, а бывает совсем нет. Потому что для малыша грудь это не только поесть, попить, заснуть около нее. Это чувство безопасности, это доверие к миру, это самое знакомое, что есть. Знаете ли вы, что грудное молоко пахнет так же, как околоплодные воды. Это сделано специально, чтобы малыш нашел грудь по знакомому запаху. Это общение с мамой, чувство безопасности, это психологический комфорт, это все-все-все на свете. Особенно для новорожденного малыша грудь это практически весь мир. Мама и грудь это практически весь мир. В первой неделе малыш как бы себе насасывает молоко на будущее. Вы знаете, что когда вы только рожаете, у вас в груди вырабатывается молозиво, его совсем немного. И потом там на третьи сутки примерно, что называется, приходит молоко. И вот молока приходит достаточно много, то есть грудь еще не знает, сколько будет есть малыш, двое их, у вас трое и так далее. И чтобы грудь адаптировалась под конкретно вашего ребенка, вам нужно кормить по требованию. Также кормление по требованию поддерживают лактацию. У многих, кто кормит по режиму, со временем возникают проблемы с количеством молока, могут быть какие-то застои, в общем, много достаточно проблем у грудного скармливания возникают из-за того, что мамочки кормят своих малышей по расписанию. Я надеюсь, что стало понятно, что лучше кормить по требованию. И давайте разберем, как это вот по требованию. Это как? Когда малыш плачет и вы даете ему грудь, это как бы уже не по требованию. Вы немножко тут опоздали. Но на самом деле в этом нет ничего страшного. Первое время после родов вам и дано на то, чтобы понять вашего малыша, когда он хочет кушать, когда он хочет что-то другое. И обычно мамочки через месяц, может быть, чуть подольше, уже начинают понимать, что малыш, например, спит, начинает мотать головой, начинает там как-то во сне шоркаться, поднимать руки, совершать сосательные движения, чмокать. Все малыши действуют по-разному. И вы должны наблюдать за своим малышом, чтобы понять, как он показывает вам, что ему пора кушать. И вот именно в этот момент, когда у него начинаются такие предвестники голода, скажем так, мы должны его взять и покормить. Именно это и называется по требованию. Но есть у малыша такие сони, тихони, которые себе спят всю ночь, весь день и даже не просыпаются покушать, им как бы все хорошо и все замечательно. На самом деле это не так уж и хорошо, потому что малыш должен кушать и должен кушать часто, и тогда надо кормить по требованию, но по требованию уже мамы и ее груди. А как это сделать? Мы отмеряем 2 часа от конца предыдущего кормления. И если через эти 2 часа малыш сам не проснулся, сам не показал, что ему пора кушать, мы его берем и кормим. Если он спит, мы его немножко будем, поглаживаем. Мы малышу предлагаем грудь. Если он спит крепко, мы его трогаем за ушко, за щечки, можем поменять подгузник, переодеть. Мы мягко-плавненько его будем, но мы его будем для того, чтобы он поел. Для малышей, новорожденных, допустим длинный сон 4-5 часов. То есть это вот ночной сон, когда вот если ребенок спит, пусть он спит, мы его не трогаем. Если он спит дольше, то его нужно взять и покормить. Это нужно не только для малыша, для его развития, но это также нужно для вашей лактации, для вашей груди, чтобы у вас не возникло застоев молока, каких-то нагрубаний и прочих проблем, которые никому не нужны. Также я хочу сделать такое отступление и сказать, что длительность самого кормления также определяет малыш. Но малыши бывают очень хитрыми, они могут немножко пососать, успокоиться, заснуть на груди. И это будет продолжаться долго-долго-долго. И чтобы малышу не давать заснуть прям сразу, как только он приложился к груди, его можно погладить за щечкой, его можно погладить по головке, как-то его немножко простимулировать, чтобы он не совсем засыпал на груди, а кушал. Сначала малыш так активно насасывает себе молочко, сосет, 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 и потом он замечает, что он сосет все медленнее, глотки все реже. И в этот момент некоторые думают, что как бы кормление закончено, и пора отнимать ребенка к груди. Нет, это не так, как раз он кушает заднее молочко. Про заднее молочко я тоже расскажу в отдельном видео. Питательное молоко, которое достаточно трудно идет, и на три сосательных движения происходит один глоток. Обычно это происходит медленно, малыш к этому времени уже начинает потихонечку засыпать, новорожденный опять же, и он сосет, медленно-медленно засыпает. Если вы слышите глотки, периодическое сосание, малыш может заснуть на пару минуточек, потом проснуться и дальше продолжить сосать, это ничего. Когда малыш уже спит, и вы забираете у него грудь, и он на это никак не реагирует, все, кормление закончено. Малыш может спать с грудью, сколько угодно долго, мы это знаем, но мамочке тоже надо иногда идти по своим делам. А вот и мой малыш уже захотел спать. Я надеюсь, что это видео было полезным, и я хочу вам порекомендовать сайт ОКЕВ, ссылку я оставлю внизу. Но именно на этот сайт вы можете обратиться за помощью консультантов по грудному вскармливанию, за поддержкой мамочек кормящих, и просто обсудить на форуме свои радости и переживания. Я желаю вам, чтобы ваше грудное вскармливание приносило удовольствие вам и вашему малышу. Но если такого не происходит, то я вам советую обратиться за помощью консультантов по грудному вскармливанию или на форум поддержки, естественно, вскармливания. Я надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Я жду ваших вопросов, ваших комментариев. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok